Всем привет! Это шоу Москва Онлайн на Радио Вышка в студии Августа и Сергей Скилл. И сегодня у нас в гостях покоритель женских сердец, невероятный красавчик, актер, поэт, режиссер Иса Мустафаев. Я приветствую вас, я приветствую вас. Благодарю за приглашение. Привет, Иса. Иса, очень рада тебя видеть здесь. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, почему ты решил стать актером? Я даже не решал стать актером. Это как-то выше меня, свыше такая предрасположенность, мой характер. Я с детства был очень ярким, демонстративным ребенком, который любил читать стихи. Одевал даже, смешно, трусы на голову, говорил, я человек-паук. Мне пять лет было. То есть я к этому пришел изначально. Это были специальные танцы? Это обычные танцы, просто не было маски еще у человека-паука. Потом я Марлю одевал для гладить шубейщий. Говорил, я Майкл Джексон тоже танцевал. Вау. Что-то вот такое. А какая у тебя была самая первая роль? И кого бы ты хотел потом сыграть? Самая первая роль у меня была Чарли Чаплин. Я помню, папа меня взял, моего брата, мы поехали в какой-то, типа, что-то вроде киностудии. Там детей собирали и снимали, мне у сына рисовали. Я сыграл Чарли Чаплин, режиссер очень ругался. Ты говоришь, смеешься, улыбаешься, в кадре нельзя смеяться. В итоге у меня лучше, чем у других получилось, потому что я веселый был. А все были испуганы, камеру появились. А потом уже я поставил дома камеру и начал такие разные этюды снимать, разные роли. Это мне где-то лет 8 было, с 8 лет. Отлично, отлично. Я видел, кстати, твою видеобюзинку на YouTube. Новая видеобюзинка, я там три меня разные. Да-да-да, вот три тебя разных. У меня к тебе такой сагральный вопрос. Как школа Станиславского уживается с горловым пением? С горловым пением? Как? А это совмещается. А ты одновременно можешь это делать? Да. Вау. Вот это ничего себе. Командный человек. Да и не говори, Варя, и не говори. В этом нет ничего сложного. Шаманское пение туинское, горловое. Господи. Окей. Все, я понял. А слушай, а ты читаешь вот тут? Тебя люди любят за это соседи. Вот как-то проблем пока с соседями не было. Но я человек приличный, культурный, ночью я не пою. А то есть после 11 ты не занимаешься горловым? Нет, нет, нет. Ну это 15-20 минут в день. Вот это молодец, да, это уважительно. Каждый день дыхательная гимнастика, и чуть-чуть попою, и вперед. Если мне нужно долго этим заниматься, лучше в лес уйти, экспериментировать. Скажи, пожалуйста, по-твоему термин актерская игра, он оправдан? Это правда игра, и если да, то какие у него правила, вот на твой взгляд? По моему мнению, правил нет. Я считаю, что все люди актеры, как великий шексперт говорил, мы актеры и артисты, весь мир театр. Так вот, любой человек может стать актером. Есть система Ивана Чавок, это система Станиславского, по которой работает весь Горьбут. Но написано немного проще, там есть четкие инструменты, чтобы актер сейчас мог сыграть. Я могу коротко сейчас вам сказать. Это замена и внутренний объект. У каждого из нас есть какая-то личность, которая у нас есть. Любовь, ненависть, обида, привязанность. Мы берем вот Ромео Джульетта, как сейчас я сыграю, придет девушка, к ней любовь как Джульетта. Я беру или свою бывшую девушку, или человека, который... А, то есть ты находишь эти чувства внутри себя. Да, внутри нас все есть, поэтому каждый человек может все сыграть. А Станиславского там чуть по-другому, там уже каждый по-своему это делает. Есть еще система Чехова. Мне ближе вот Ивана Чавок, это киношкола Валентины Яковлевы, моей близкой подруги, сестры, которая меня вот этому научила, и я по ней работаю. Ну ты прям селяешь уверенность. Я думала, что вот я, например, актрису никогда не буду. Но после твоих слов я... Запросто, запросто я тебе могу это рассказать. Нам 12 инструментов. Здорово, мы потом пообщаемся на этом. Пообщаемся, разумеется, но сначала мы послушаем музыку вдохновительную музыку на радиовышка. Поехали. Всем привет еще раз. Это шоу Москва онлайн на радиовышка в студии Августа и Сергей Скилл. Привет, привет. И сегодня у нас в гостях мы напоминаем режиссер, актер, поэт и просто красивый парень Иса Мустафаев. Мы продолжаем задавать тебе интересные вопросы. Скажи, пожалуйста, мне всегда было интересно, как актеры плачут. Кто-то рядом режет лук. Как это происходит? Ты что-то втираешь прям в глаза? Есть же такие актеры, кто капли себе капают в глаза. Но я считаю, важно внутренний объект, вот опять же система актеров. Какой-то есть человек, какое-то событие, которое вас беспокоит. Подумайте об этом, и вы заплачете. Слушай, а если нужно прям реветь? Есть еще более простой способ. Система Михаила Чехова. Когда вы плачете, как-то реагирует организм или мимику кого-то, челюсть, что-то еще. Вот так поделаете, и они заплачут, и вы заплачете. А, то есть ты просто делаешь, сначала ты делаешь то, что должно происходить, потом заплачем, да? Это внешнего к внутреннему, получается. Внешнее какое-то действие, и твой организм, и психика работает так. Или же наоборот, как и по Станиславскому, берешь внутренний объект. Однако сколько тонкостей и нюансов, а? Но это нужно именно в этом кадре сделать. Не будут же тебе давать там 2-3 часа, поэтому это все быстро, это мастерство с опытом приходит. Но опять же, любой человек может этого достичь, занимаясь. Скажи, пожалуйста, у актеров есть какой-нибудь священный грааль, к которому они хотят прикоснуться? У каждого он свой, кто-то хочет в театре играть, кто-то хочет известности получить. А ты? Я хочу известности, признания при жизни получить. Я думаю, у меня все будет у тебя. Но это не главная цель просто, я известен, я собой любуюсь. Нет, я хочу что-то доброе сделать людям, повлиять как-то положительно. Вот это правильно. Лишь бы как я не буду, слава не любой ценой. Потому что я понимаю, у меня определенные есть ответы. То есть у тебя в принципе есть миссия? У меня несколько миссий. А расскажешь? Я хотел бы непонятых людей, которым жестокое отношение. Тех же инвалидов, одиноких поддержать. Потом поддержка женщин. Я очень люблю стихотворение. Вот и женщина мой друг Никита Джабурда написала. Можно я прочту? Оно короткое. Ну, давай. Давайте женщинам дадим, давайте женщинам дадим бразды правления. Их род порядок наведет. У них интуитивное влечение и к миру, и к тому, кто в небе ждет. В конце концов, все было, и за женщин все есть и будет ради них расти. В их головах мозгов ничуть не меньше. Да плюс душа, как млечный путь блестит, и этот блеск притягивается выше. Любовный ток уж миллиарды лет, покуда нам не посносило крыши. Давайте женщинам дадим зеленый свет. Пусть правят нами. Но пусть правят нами тонко и сердечно. Пусть поднимают нам... Останавливайся, то Варя сейчас закончится. Варя сейчас закончится. Поддержать женщин, которые в некоторых странах недавноточник каких-то. Давай вот прямо сейчас абстрагируемся и представим, что в этом мире нету кино. Вообще нету кино. Есть только театр, а не кино. Да. Есть только живопись, музыка, скульптура. Ну, что-то другое без театрального. Что бы ты выбрал? И за такое направление? Ну, может быть, не трое. А музыка в каком плане? Писать музыку или петь? И то, и другое. Если что, петь, публичному выступлению выступать не нравится. А какой бы ты выбрал жанр? Я бы хотел в разный попробовать. Можно рок-музыкой заняться, спокойно, лирически петь. Разный, я думаю. А копейка, копейка, да. Оперно, вот опера мне интересно. Опера, да? Да. Ну, это заниматься, кстати, хочу этим заняться. Это, разумеется, конечно. Опера, штука тяжелая. Иса, скажи, а вот для профессионального роста, говорят, нужно менять работу каждые пять лет. Как ты думаешь, что это с актерской деятельностью можно как-то связать? Актерам это нужно? У актеров каждый месяц бывает, а работа меняется. Бывает, когда нет предложений, другой профессии занимаешься. Или даже актерская профессия занимаешься. Разнообразие вообще. Она же не постоянная. Вот снялся в сериале полгода или в каком-то фильме месяц. Вот я снялся недавно, в три месяца я снимался, потом я ищу следующую работу. Другой фильм, другая команда, другой жанр совсем. А ты когда вот фильмы смотришь, ты сам вообще кинорежиссер, ты их как-то оцениваешь как что? Я оцениваю и с актерской точки зрения, и кинорежиссер. То есть ты наслаждаешься одновременно и... Наслаждаюсь, и уже у меня так мозг работает, что я смотрю, как здесь они собрали карты и так далее. Прекрасно. Давай насладимся, да? Продолжим. Через несколько минут. Прекрасной музыкой на радиовышке. Ну, Москва Онлайн на радиовышке. В студии Августа Сергей Скилл и наш гость Иса Мустафаев. Иса, не могу не отметить тот факт, что ты ученик Никиты Борисовича Джигурды. Чему ты у него научился? Мы знаем его с медийной стороны, а о какой он жизни? И что будет, если ты опоздаешь на урок? Ну, уроков у нас не проходит. Само общение с ним, точнее, это урок, это урок жизни хороший. Что я могу о нем сказать? Он очень искренний, честный и ранимый человек. То, что чаще всего вы видите на экранах, скандалы, ток-шоу, это когда его доводят до такого состояния, специально провоцируя. Ну, да, эмоционально. А так, всегда он озвучивает положительные вещи, такие отношения к женщинам у него. Мы всегда их поддерживаем. Я смотрела ваш последний концерт, он просто прям тушка. Да, это вчера был «Поэтический ветер» Никиты Джигурды, и у меня состоялся дебют, я его стихотворение прочел. Прямо для тебя, супер. Круто. Чему я у него научился? Я у него научился и актерского мастерства, и опыт жизни большой получил. Вот я ходил в Останке на телевидении, я вижу, как он контракты подписывает. Многому в суды ходили, не было бы, с кем он там судился, с разными издательствами. Ты поддерживаешь его? Я очень поддерживаю, да, это один из самых близких людей в моей жизни. Круто. Это прямо мы узнали Джигурду с новой точки зрения. Чтобы узнать, кстати, можете мой фильм посмотреть. «По секрету, мы все боги» на Ютубе. А, он на Ютубе? Да, два, две части. Посмотрим. Прекрасно, я думаю, нашим слушателям. По секрету, мы все боги. Сыграет Левиару, гадс на Ютубе. Вот, да, кстати, возвращаясь к Ютубу и прочим прелестям нашего современного медийного мира, как ты к этому относишься? Вот что именно ты ведешь? У тебя есть Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Да, где можно прикоснуться к кому-то? Инстаграм, ВКонтакте я есть. На Ютубе у меня три канала. И ТикТок у меня, и сам Мустафаев официальный. Фух, ну вроде пронесло. Я уже думал, что ты сейчас скажешь, что ты в Одноклассниках есть. С ТикТоком были сложности. Я выставляю, выставляю, не понимаю, там разные эстафеты, много видео бессмысленных. Я выставляю монологи, стихи мало просмотров набирало. Потом я объявляю, что жмусь на Ольге Бузовой, сразу... Пиар, всегда работаю. А ты хитрее, ты хитрее. Знаешь, как пропиарить. Я ее поддержал, когда последний скандал был лично, но пока не знаком. А ты не знаком с ней лично? Нет, я с Анастасией Волочковой знаком тоже 2 миллиона процентов. Ну хотя бы в переписке. Нет, мне продюсер Ольги Бузовой Аромачо лайк поставил. Исак, какие девушки тебе нравятся? Как завоевает твое сердце? Это сложно вопрос. Оно навернякает. Девушки разные есть. Есть внешние красивые, есть душевые. Все женщины красивые. Поэтому очень такое для меня непоршую. Я не могу конкретно сказать, блондинка нравится, брюнетка нравится. А из коллег по кинематографу у тебя кто вызывает восхищение? Коллег в плане режиссера, актера. Мне нравится очень Фёдор Банарчукова фильм «Притяжение». Мне вообще мечта у него сняться. Можно в главной роли, можно в эпизоде. Он тебя знает? С ним тоже лично знакомый. В 2009 году позвонил. Ну ты ему намекал там? Ну вот я сейчас говорю. Так живу. Какие проекты ты сейчас снимаешься? Я только что закончил сниматься в фильме «Она». Картометражный фильм про 16-летнего школьника, у которого умерла мама. Он одевается в женскую одежду и становится своей мамой. Это фильм не о пропаганде гомосексуализма. Драма серьёзная. Я – это она, да, второе название фильма. Сейчас он на фестивале. А где будет релиз? На кинофестивалях европейских и российских, а потом на ютубе он будет. Режиссёр Анастасия Козярочи, талантливая девушка, начинающая кинорежиссёр. Прекрасно. Какие планируешь выпустить к нему в ближайшем будущем? Я в ближайшем будущем планирую выпустить свой веб-сериал, который уже три года снимаю. «Адам в поисках Евы» – эзотерический романтический сериал, где парень, самовлюблённый бабник, попадает в чистилище, бог его отправил, и он ищет Еву, которая должна в него влюбиться, а он в неё пройти определённые испытания. Я уже снял четыре серии, буду на ютубе везде выпускать. А кого ты там играл? Адама. Адама. А «Ёл» кто играет? А «Ёл» сейчас как раз кастинг как-то и слушает. А-а-а, давай маленький спойлер. А ты съешь яблоко? Обязательно. У нас даже не яблоко будет, а финик, и змей тоже будет. Надо змейный. А, ну то есть всё будет канонично. Всё будет канонично. Прекрасно. Переосмысление, да, и канонично. Да. Ну то есть такой современный подход. Да, и пишу сейчас сценарий про общину определённую, который там тоже некий вирус, только никак у нас немного другой. Тоже вот сейчас ищем финансирование, будут уже переговоры. Кстати, а как на тебя повлияла пандемия? Вся вот эта удалёнка, посидеть дома, надо привиться, необязательно привить. Я очень люблю дома сидеть, но я время не терял. Я смотрел фильмы, занимался актёрским мастерством, очень много развивался. Развивался, особенно читал. Это хорошо. Не стоит унывать. Иса, спасибо, конечно, что ты к нам пришёл, я очень рад с тобой познакомиться. Ты выделил время. Мы желаем тебе успехов, осуществить все свои задумки. Пусть жизнь твоя будет такой же яркой и завораживающей, как музыка на радиовышках.